Уважаемые коллеги, я был вам представлен. Сегодня пойдет вопрос о пепенеологии, профилактике новой коронавирусной инфекции. И прежде чем начать свое выступление, я хочу сказать, что фактически от всех нас вместе взятых зависит, как мы будем бороться с этой инфекцией, как будем слаженно. И, по сути дела, вопрос своевременности требует постоянной готовности учреждений. В общем-то, в основном пойдет об этом и пойдет речь в моем выступлении. Эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день непростая. Каждый день идет прирост случаев, причем случаев не только уже в известных странах, но и в новых странах. За последние сутки появились и новые случаи заболеваний в таких странах, как Буркино-Фасо, Турции, Конго. Если же посмотреть на карту эпид-обстановки, я специально вставил этот слайд с таким расчетом, чтобы зрительно себе представить масштабы пандемии, которая была, как вы знаете, несколько дней назад озвучена всемирной организацией здравоохранения. Заболело уже более 116 тысяч, причем в КНР это основная масса порядка 81 тысячи. Достаточно высокий процент умерших, в том числе не только в КНР, но и в других странах. Нас сейчас беспокоит и вопрос эпидемиологической ситуации в Европе. Как вы видите, по ряду стран, которые представлены в таблице сверху, это Италия, Франция, Испания и Германия, очень достаточно высокий процент количества заболевших, умерших. И, по сути дела, они являются поставщиками новых инфекционных болезней, этих болезней на нашу территорию. И не говорить о них, в общем-то, я думаю, это неправильно. Но надо сказать, что на сегодняшний день, невзирая на то, что коэффициент и процент летальных исходов несколько увеличился, но, тем не менее, он существенно отличается от других инфекционных болезней, отнесенных к категории особо опасных. Но ожидается, скорее всего, рост этого процента, по всей видимости, только уже потому, что категория пациентов, которые затрагивают этот вирус, более пожилые. А страны, о которых я говорил, произошел рост заболеваемости, это люди, у которых средний возраст выше, чем в Китае. Посмотрев на эту кривую, она, в общем-то, достаточно наглядная, своего рода ножницы, которые, в принципе, показывают характер течения заболеваемости в Китае. И начиная с 24 февраля, по сути дела, идет существенный рост в Европе и в мире. Взял информацию в федеральном центре Микроб, который публикуется ежедневно, с таким расчетом, чтобы зрительно представить себе масштабы этой инфекции в Европе, где происходит ежедневный рост заболеваемости. И если сравнивать, например, по КНР, то видно, что в настоящий момент вспышечная заболеваемость идет на спад, в том числе и летальность. В Европе несколько другая картина. Идет рост, как в Италии, а также рост идет в Южной Корее, в Германии, в Франции, в Иране. И именно с этих стран достаточно сказать, что выстроены определенные барьеры, предупреждающие завоз этой инфекции в нашу страну. Я не мог не представить эти слайды, которые говорят о том, что же в показанных странах, в которых подошел рост этой инфекции, было сделано. Например, Италия, о которой мы уже говорим не один день, которая является фактически поставщиком инфекционных заболеваний в нашу страну. Проведены беспрецедентные меры безопасности. Здесь и въезд со стороны Китая существенно ограничен. Принято решение о закрытии школ, массовых мероприятий. Отменены многие конференции. В Южной Корее также проведены аналогичные мероприятия, включая детские сады, ограничения групп. Я почему привожу эти сведения, в частности по Ирану несколько другие сведения. Они могут нам, ну скажем так, помочь осознать, насколько коллективные методы и административные методы защиты помогут поставить барьеры для проникновения данной инфекции на территории нашей страны. И более того, впоследствии, наверное, оценить их эффективность на проведение противогнической защиты нашего государства. Ну, в Германии вы видели, в настоящий момент все-таки идет определенный рост. И ряд спорных моментов, я их выделил красным, они говорят о том, что все-таки ситуация миграции, в кавычках, данного заболевания по европейской территории, она, в общем-то, подпитывается вот этими решениями. Возбудитель — это геномные вирусы рода коронавируса. Патогены — это человекопризнанные респираторные и кишечные коронавирусы. У человека доминируют респираторные коронавирусные инфекции, регистрируют повсеместно, как ОРВИ. Об этом говорил очень много вчера академик Чичалин, я на этом останавливаться не буду. Единственное, я постараюсь в своем выступлении, докладе остановиться на тех моментах, на которых еще никто не останавливался. Ну, во-первых, всем должно быть понятно, что от устойчивости вируса во многом зависит эффективность проводимых мероприятий. Надо сказать, что вирус в этом плане не очень приятный, потому что, так как мы ожидали, что он будет не очень стойкий, все-таки, надо сказать, по категории стойкости его нужно отнести, наверное, к вирусам средней стойкости. И, судя по представленному сообщению, он хорошо переносит воздействие высоких температур, хотя есть и мгновенно, на последнем, видите, сообщение уничтожается при более высоких температурах, но, тем не менее, это говорит о том, что необходимо проведение определенных физических, химических методов для борьбы с этим вирусом в окружающей среде. Без этого, по всей видимости, нам не обойтись. Механизм передачи, их фактически два представлены. Они представлены на данном слайде. Это контактный механизм передачи, который, надо сказать, недавно только был озвучен, что и было доказано, что он все-таки существует. И аспирационный механизм воздушно-капельный, воздушно-полевой. Поэтому факторы передачи воздух, а также пищевые продукты, предметы обихода, которые контаминированы вирусом. Ну и, естественно, источник инфекции – это больной человек. Сейчас вы, наверное, столкнулись с тем, что очень много внимания уделяется, в том числе и Роспотребнадзорам, выносятся определенные постановления и предписания о проведении неспецифической профилактики, которая представляет собой мероприятие, направленное как на предотвращение распространения инфекции, на предотвращение, воздействие на механизм передачи инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента, то есть защита лиц, находящихся или находящихся в контакте с больным человеком. Чуть-чуть об этом скажу, потому что это своего рода те меры, которые, ну, скажем так, обязательные, но не требуют больших капиталных вложений. Они требуют культуры, поведения в среде, где присутствует или может присутствовать коронавирус. Итак, по первой позиции это в отношении источник инфекции. Ну, прежде всего, это изоляция больных в боксированной помещении, палаты, об этом мы будем еще говорить. Использование масочного режима, причем меняются каждые два часа, а если есть возможность, то и чаще. Транспортировка больных специальным транспортом. Надо сказать, что в Москве этот вопрос отлажен, и я уверен, что и будет так, и дальше. Также соблюдение культуры поведения в коллективах, это так называемая кошлевая гигиена, и использование инструментов одноразовых, а также инструментных подсобных материалов. Вторая позиция, которая была представлена как неспецифическая профилактика, это направленный механизм передачи возбудителя. Их основных четыре, это гигиена и мытье рук, использование, опять же, медицинских масок, использование спецодежды и проведение дезинфекционных мероприятий. И, наконец, восприимчивый организм, это три комплекса, которые, во-первых, помогают, защищают слизистую носа, следующее, это использование лекарственных препаратов для местного применения, обладающих барьерным действием, и, наконец, последнее, обращение в лечебное учреждение за медицинской помощью в случае появления каких-то симптомов остро-распиатурной инфекции. И все эти моменты в комплексе и, по сути дела, и являются комплексом неспецифической профилактики и должны быть выполнены в лечебном учреждении уже сегодня. Несколько слов о нормативных документах. Их достаточно много, это и санитарные правила, и федеральные законы. Я останавливаться на них не буду, в связи с тем, что у вас, по большому счету, мы должны этими нормативными документами пользоваться, но эфирное время не позволяет на них остановиться. Я специально привожу их в свои презентации с таким расчетом, чтобы вы могли воспользоваться и просмотреть их с точки зрения применения к сегодняшнему моменту. В Департаменте здравоохранения имеются два нормативных документа, ключевых, я бы сказал, даже базовых, по сути дела, которые на многие годы закрепляют основной перечень мероприятий подготовки и проведения противобиенических и санитарно-генических мероприятий в очагах. Это приказ Департамента здравоохранения номер 65 2017 года об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных и паразитарных болезней, а также о порядке информирования в данных чрезвычайных ситуациях. 149 приказ тоже от 2017 года. Буквально в нескольких слов по этому приказу, и дальше пойду я к следующим документам, о которых я хочу говорить. Во-первых, приказ Департамента здравоохранения, о котором говорили чуть выше, позволяет, фактически нам позволил выйти на моменты профилактики и защиты населения города Москвы существенно, уже только потому, что целый ряд нормативных требований и документов, которые представлены здесь с первую по десятую позицию, начиная по созданию запасов дезинфекционных средств, костюмов, укладок, информирования были не только подготовлены, но и отработаны на многочисленных оперативно-тактических учениях в каждом из чем на учреждении. По сути дела, учреждения департамента вышли на данную вспышку, вернее, нельзя надо сказать, наверное, сейчас вспышка, на меры профилактики с этой инфекцией достаточно подготовлены. Я останавливаться на них не буду, потому что это должно быть, уже должно давно быть отработано, оно отработано, и по сути дела мы сейчас видим то, что лечебные учреждения в этом ключе работают достаточно правильно. Но все же на некоторых позициях организационных я буду вынужден остановиться. По практической готовности мы только что говорили, это целый блок мероприятий по созданию необходимых запасов, нормативных документов и самых главных функциональных обязанностей каждого медицинского работника. Поэтому противнические мероприятия, если говорить о их комплексе, они направлены не только на выявление больного, а также на порядок информирования, уточнение диагноза, изоляцию, эвакуацию и лабораторное обследование, забор материала, а также проведение госпитализации в провизорную или другое лечебное учреждение. И система информирования, которая представлена здесь, она показала свою действенность. И сейчас, когда появляются те или иные заболевания, относящиеся именно к теме нашего сегодняшнего разговора, вот все эти пункты информирования работают, и поэтому мы можем своевременно получить информацию и своевременно принять решение. По запасам средств, я просто напоминаю, и я не буду на них останавливаться, это то, что у нас всегда должно было быть, и в принципе у нас запасы эти созданы. По укладке проведения личной экстренной профилактики многое, что здесь находится, оно может быть использовано в том числе и для вирусных инфекций, в том числе и для коронавирусной инфекции. Итак, переходим к точному вопросу, который хотел бы я отразить в своем выступлении. Это по алгоритму действий медицинского персонала при поступлении в приемный покой больного, подозрительного на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Медицинский работник обязан доложить главному врачу о выявленном больному это раз, защитить орган дыхания и кожные покровы, изолировать по месту выявления и оказать помощь больному, передать больному инфекционной бригаде, снять халат, маску, провести экстренную профилактику и направить на 14 дней в изолятор. Это, что называется, скелет того алгоритма действия, который должен знать и уметь в подсоединенной жизни каждый медицинский работник. Теперь остановимся на некоторых алгоритмах по данной инфекции по частным вопросам, например, по защите органов дыхания и кожных покровов. Медицинский работник обязан обработать руки и открытые части тела 70-градусным процентным спиртом, надеть респиратор или также надеть перчатки, противочумный халат и шапочку. У больного необходимо закрыть нос и рот медицинской маской. Контактные из ближнего круга закрывают нос и рот медицинской маской. Контактные из дальнего круга сотрудники и пациенты больницы обязаны закрыть окна, двери, отключить вентиляцию и кондиционер, заклеить вентиляционные отверстия, проводить текущую дезинфекцию помещения, обеззараживание воздуха ультрафиолетными облучателями закрытого типа. Когда мы говорим об изоляции больного по месту выявления, то здесь важные моменты следующие. Это запретить вход в медицинское учреждение и выход из него. Доставить приемное отделение укладку по особо опасным инфекциям, средствами индивидуальной защиты, экстренной профилактики, вызвать инфекционную бригаду, а также закрыть двери всего учреждения, отключить вентиляцию, прекратить сообщения между этажами, выставить посты, запретить передвижение больных по этажам и между этажами, запретить посещение больных, запретить вынос вещей. Достаточно простой набор действий, но именно он определяет эффективность первоначальных противоохранительских мер защиты любого учреждения, о которых мы будем говорить чуть дальше. Работа инфекционной бригады станции скорой неотложной помощи направлена на то, чтобы бригада должна быть одета в противоочемные костюмы первого типа. Но все вы смотрите телевизор, средства массовой информации, и видите, как работает наша скорая помощь, как они одеты. Ну, кроме восхищения их работой, в настоящий момент, в общем-то, у меня других эмоций нет. Далее, важный аспект для этих сотрудников, это защитная одежда должна меняться после каждого больного. Это тот случай, когда этот пункт должен выполняться безукоризненно. Даже мысли не должно быть, чтобы использовать защитный костюм повторно. И, наконец, третье, при отсутствии изолированной кабины водитель должен быть одет в противоочемный костюм первого типа. Далее, после доставки больного в инфекционный стационар транспорт и предметы, использованные при транспортировке, обеззараживаются на территории инфекционного стационара, на специальной оборудованной площадке со стоком и ямой силами бригады эвакуаторов. Действие медицинского работника после передачи больного инфекционной бригаде заключается в следующем. Необходимо снять противоочемный костюм, обработать открытые участки тела 70% спиртом, прополоскать рот и горло 70% спиртом, закапать в глаза и в нос 2% распорборной кислоты при попадании биологической жидкости на слизистые. После снятия защитной одежды, обработки кожных покровов и слизистых, принять душ с моющими средствами и переодеться в чистую одежду. Далее, медицинский работник инфекционной бригады госпитализируется в изолятор для контактных. Мероприятие в учреждении после госпитализации больного. В учреждении устанавливается строгий противнический режим для инфекций с аэрозольным механизмом передачи. И в том приказе, о котором я говорил выше, этот алгоритм, в принципе, присутствует. На деталях я останавливаться не буду. В этом случае проводится заключительство инфекции помещений приемного отделения силами Д-станции, выявление контактных лиц, наблюдение за контактными 14 дней с проведением термометрии два раза в день, утилизация всех медицинских отходов учреждения как отходов класса В. В помещениях учреждения проводится текущая дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств, эффективные в отношении коронавирусов. После освобождения помещения заключение дезинфекции камерная обработка постельных принадлежностей. Я дальше привожу несколько алгоритмов, которые относятся к поликлинике, к многопрофильному стационару, общесоматическому, инфекционному стационару. Я с вашего позволения по ней пробегусь, потому что там заложены основные принципы, принципы с некоторыми особенностями, но основные принципы одни и те же. Вот, например, поликлиника. Здесь основной момент особенности, что уже сегодня ход пациента с признаками острораспитрованного заболевания проходит через фильтр-бокс. И поэтому все условия работы и медицинского работника заключаются в том, что он соответствующе одевает средства защиты, которые представлены на слайде. И самое главное, о чем говорил вчера академик Чучалин, это, конечно, сбор эпид-анамнеза. Эпид-анамнез должен быть собран так четко, что по большому счету отвечать на все вопросы как за основу, брать экстренное донесение и собирать анамнез уже под экстренное донесение, потому что этот документ настолько отработан, который позволяет уточнить все возможные связи, все возможные контакты дожденного пациента при установлении потенциального инфекционного заболевания. Ну и дальше, если больной 14 дней до появления первых признаков симптомы, посещал страны, регионы, то в настоящий момент на этом слайде представлен алгоритм, общие принципы, которые изложены, были выше. И на некоторых деталях только я остановлюсь. Важно здесь не только закрыть вентиляционные ходы, отключить вентиляцию, но важно дождаться приема, приезда инфекционной бригады и после госпитализации покинуть фильтр-бокс. А дальше алгоритм поведения медицинского работника построен таким же образом, как и изложен выше. Дежурный администратор. Здесь есть маленькая особенность, я останавливаться не буду. По большому счету, дежурный администратор или главный врач в рабочее время фактически организует все меры защиты персонала и учреждения, не только отдавая определенное распоряжение, но и организуя выставление постов на входах и выходах, а также по организации выявления контактных лиц. и фактически руководит системой работы учреждения в этот период. Аналогичный, несколько отличный, но аналогичный алгоритм присутствует при посещении медицинской работы и выявлении лиц подозрительного заболевания. Здесь особенность заключается в следующем, что врач до прибытия квартиры надевает маску. Сегодня, по-моему, это не обсуждается, становится уже нормой жизни. опрашивает пациента. И если выясняется, что больной до появления первых систем посещал страны и регионы, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, то в этом случае врач, не выходя из квартиры, обязан обработать руки, открытые участки тела в кожном антисепте, надеть респиратор, очки, шапочку, халат, перчатки. А дальше изолирует больного в отдельную палату, надевает на него медицинскую маску и вызывает инфекционную бригаду скорой неотложной медицинской помощи. Дожидается приезда инфекционной бригады. А дальше алгоритм поведения сотрудника аналогично тому, как было изложено выше. Если же выясняется, что при посещении медицинского работника при первичном осмотре лиц из дальнего контакта заболевавшим нового коронавирусной инфекцией, то здесь алгоритм построен таким образом, что медицинский работник, в отличие от всех предыдущих случаях, до прибытия к пациенту одевает все средства защиты, о которых я говорил. При этом при ходе к квартиру работник измеряет температуру тела пациента бесконтактным термометром, вытянутый в период рукой с расстояния 20 сантиметров от термометра до пациента. И дальше возможны два варианта. При наличии у пациента температуры тела 37,2 и выше или клинических проявлений остро-рискатурной инфекции, явления бронхита, пневмонии, он информирует пациентам о том, что вызывает бригаду скорой медицинской помощи, выходит из квартиры и далее действует в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка. При нормальной температуре ситуация несколько упрощается, так как это дальний контакт. По сути дела заполняются два экземпляра постановлений, анкеты. После завершения смены анкета пациента и кое-постановление передается в филиал скорой помощи, забирается материал для исследования, организует транспортирование проб клинического материала, после вызова на дом отзвания дежурному администратору и в конце своей смены обрабатывает дезинфицирующие средства методом орошения, средства автомобильного транспорта, средства передвижения. Открытые участки тела естественно обрабатываются дезинфицирующим средством, как и было указано выше. В многопрофильном инфекционном неинфекционном стационаре с небольшими отличиями, я не буду их перечислять, напоминает работу в приемном отделении медицинского персонала. и аналогично строится работа дежурного администратора. В инфекционном стационаре в обсерваторе провизорном госпитале во многом работа построена таким же способом, как и, наверное, в санитарном шлюзе поликлиники для приема пациентов с температурой. Единственная особенность, что медицинские работники уже готовы к этой работе и должны быть одеты в противочемный костюм, проводят осмотр, осуществляют забор клинического материала и наличие у пациента сочетной патологии принимают решение по маршрутизации этого пациента в тот или иной стационар, который предназначен для таких пациентов. Дальше проводится госпитализация в боксированную палату и в боксе проводится текущая дезинфекция. В отделениях стационара этот аспект, который фактически включается и отличает работу инфекционного стационара от других учреждений, о которых я говорил ранее. По большому счету здесь организуется вся работа и противомедический режим в полной изоляции пациента и соответственно медицинский персонал работает исключительно против учебных костюмов первого типа с защитой как кожных покровов, так и органов дыхания. При этом проводятся ежедневные осмотры медицинских работников, а также проводятся мероприятия по проветриванию, текущей дезинфекции, гейнирук. Ну, достаточно типичный набор поведения в инфекционном стационаре. маршрутизация в Москве достаточно сейчас отработана. Я постарался поместить их в слайд с таким расчетом, чтобы вы в дальнейшем могли посмотреть, если вам пригодится использовать в работе. И здесь отражены вопросы маршрутизации и действий сотрудников на всех этапах перевозки, как контактных, так и пациентов. Надо сказать, что этот слайд, который перед вашими глазами сейчас, он не случайный. Как выяснилось, представленные сотрудники, которые работают по аутсорсингу в учреждениях, а также штатные сотрудники, которые не являются медицинскими работниками, они, как правило, выпадают в поле нашего зрения и могут стать источниками фактически выхода инфекции за пределы лечебного учреждения. Поэтому я постарался перечислить максимальное количество сотрудников, которые не имеют отношения именно к оказанию медицинской помощи и попросил бы не забыть о них. И если мы проводим работу в строгом противобедническом режиме и все учреждения находятся в этом режиме, то и эти работники должны быть одеты в противоучебный костюм. Продолжительность их должна быть именно такая, какая на слайде и не более. И после защитные костюмы нельзя их повторно использовать. Обработка кожных покровов по сути дела под них должны быть запасы средств и как костюмов, так и дезинфекционных средств. Сейчас пойдет несколько важных слайдов поведения и тактики медицинских работников при том или ином случае, с которыми сталкивается медицинский работник. Первое. Контактные лица из близкого окружения. Кто это? Это летящие рейсом в самолете, это близлежащие места, семья, совместно проживающие лица. На работе это лица, находящиеся в одном кабинете. По сути дела, таким образом построена работа и Роспотребнадзора, и наших сотрудников, которые участвуют в выявлении этих контактов, выявляют, и все эти контактные лица без респираторных симптомов госпитализируются на 14 дней в боксирное отделение палаты. При этом лабораторный контроль биоматериала осуществляется на первый, третий, десятый день или на первые десятые и двенадцатые дни госпитализации. Из дальнего окружения это летящие одним рейсом в самолете дальние места, на работе лица, находящиеся на удалении, но это могут быть соседние кабинеты, они без респираторных симптомов наблюдаются по месту жительства в течение 14 дней, в принципе сейчас таких наблюдений очень много и медицинские работники курируют этих пациентов. Лабораторный контроль один на первый день прибытия в аэропорту и на десятый день их пребывания уже на территории Российской Федерации. Но вот при появлении симптомов респираторного заболевания в период медицинского наблюдения проводится уже их изоляция и госпитализация и соответственно лабораторный контроль осуществляется аналогично как и на предыдущем слайде. Лица пребывающие из неповолочной территории без симптомов ОРВИ ну одним словом это здорово на момент прибытия. Они остаются под наблюдением по месту жительства квартиры общежития в изолированном блоке в общежитии могут либо в сердционном госпитале. Но по нашему уже опыту работы второй вариант более предпочтительный, потому что он позволяет действительно произвести изоляцию пациента и осуществить лабораторный контроль в течение дней 14 дней и вот первый и десятый день как и при случаях когда мы проводили изоляцию на дому в предыдущих слайдах. Если же у этих же лиц были в период наблюдения выявлены положительные результаты, то мы оставляем под наблюдением по месту жительства либо в сервисном госпитале в течение четырех но при получении положительных результатов производится их изоляция и госпитализация. То есть фактически хоть немножко слайды повторяются, но они показывают, что малейшие изменения в состоянии пациента лабораторном или клиническом они автоматически из домашнего изоляции переводятся на лечение в инфекционный стационар в последующей госпитализации и поэтому лабораторный контроль проводится уже на первый, третий, десятый день или при положительном на первый, десятый и двенадцатый день заболевания и наблюдения. Прибывшие с явлениями ОРВИ из стран неблаголучной территории, где имелись случай изображения данных заболеваний коронавирусной инфекции, должны быть однозначно госпитализированы проведенный госпиталь. Соответственно, лабораторный контроль осуществляется как и в предыдущем случае с госпитализацией в инфекционный стационар. То есть первый, третий, десятый, первый, десятый, двенадцатый день. Забор биоматериала. Я покажу вам картинки и немного расскажу. Весь алгоритм в сжатой форме будет представлен после видео презентации с таким расчетом, чтобы вы могли распечатать этот слайд, положить его в карман или использовать в качестве обучения, или иметь в качестве подручного материала. Итак, одевать средства индивидуальной защиты, берется отбор маска на садоглотки, из ротоглотки, два тупфера в одной пробирке. Чтобы вы понимали, это сегодня норма. Крышка должна быть плотно закрыта, отбор материала после этого, когда крышка закончена, закончен. Дальше идет упаковка дважды материала в пластиковый пакет. Не допускается упаковывать образцы материала от разных людей в один пакет. Я вынужден показать был этот слайд. Дальше в пластиковый контейнер помещается. Туда же помещаются три бланка и заклеиваются плотной крышкой. То есть в контейнере находится и материал, и направление, и крышка фиксируется скотчем. Таким образом, после помещения в транспортный контейнер с хлада элементов работа закончена. Об этом алгоритме я говорил, поэтому останавливаться не буду. Можете его использовать в работе. Посредствия детальной защиты. Немножко на них остановлюсь. Маска везде фигурирует. Как правильно одевать маску? Первое. Нужно найти внутрь и снаружи. Дальше. Цветной стороной держим снаружи и за петли. Прижимаем. Одеваем ношные раковины. И самое главное в ношении маски она прижимается на носовой часть таким расчетом, чтобы исключить подсосы. Но почему я проскочил маски? Все-таки масочный режим он вынужден, но он не защищает коронавирус инфекции. Он защищает пациента, который болен респираторным заболеванием, защищает окружающих. Поэтому мы должны понимать, что все-таки основной метод это респираторы. Я буквально учитывая по сколько времени отведено, пробегусь по контексту респираторов, по его алгоритму, как он правильно одевается, одевается тесемками, куда фиксируется, верхняя тесемка, нижняя тесемка, одевается на шею, плотно прижимается, глубокий вдох и респиратор готов к работе. По костюмам. Основные принципы перед надеванием защитных костюмов обработать открытые участки тела 70% метиловым спиртом. Продолжительность мы говорили уже об этом не должна превышать трех часов. После снятия каждой детали костюма руки обрабатывать дезинфицирующим раствором. После снятия противоучемного костюма обрабатывать открытые участки тела 70% этиловым спиртом, принять душ с моющими средствами. И пробегусь также по костюмам, которые Тайвэк, которые сейчас используются в очень многие учреждениях. я не буду останавливаться на порядке их. Специально насытил презентацию слайдами с таким расчетом, чтобы у вас был подручный материал, как их правильно одевать. И соответственно правила снятия характерны, имеют общее требование ко всем противоучемным костюмам и защитным костюмам, как одевается костюм, в какой последовательности детали, в такой последовательности и снимается. Вот в верхнем углу слайда представлены некоторые виды противоучемных костюмов. Они разные, но порядок одевания у них одинаковый. Есть маленькая деталь, на которой я хотел бы остановиться. То, что должно быть двое резиновых перчаток, и резиновые перчатки должны быть одеты так, чтобы полностью герметизировали, не позволяли инфекционному началу проникнуть под защитный костюм. Порядок снятия аналогичный. С использованием ДС-средств я нашел такую презентацию, но она очень характерна и может быть использована для любых костюмов данного типа. Несколько слов по ДС-средствам. ДС-средства должны иметь разрешительную документацию и использоваться как при текущей очаговой дезинфекции. требования должны быть такие, что они могли использовать не только для вирусов, но и для той внутрибольничной среды, того набора бактерий, с которыми приходится бороться с учреждением. Мы не можем бороться против вируса, не прибегая к методам борьбы с другими инфекционными патогенными факторами. Поэтому идеальное ДС-средство должно быть высоко, одним словом говоря, высоко эффективно и широкого спектра, хорошо храниться. Условия хранения типичные, самое главное должно быть помещение, оно должно хорошо проветриваться и защищать от лучей солнца. На этот слайд меня могут осудить за то, что я здесь показываю конкретные средства, но я пробежался по средствам, которые имеются сейчас на рынке и я просто помогаю, чтобы вы не искали, можете поискать, но это тоже проверено, что которые тестированы на SARS и атипичную пневмонию, которые могут быть использованы, которые имеют небольшой срок экспозиции. Надо сказать, что если вы найдете средства, которые экспозиция меньше 30 минут, значит они лучше. но данные средства имеются у нас на рынке и были поставлены департамент, поэтому что называется искать не надо, вот они средства, хотя позиций должно быть гораздо больше. И заключительная дезинфекция проводится после каждого выписки пациента, надо сказать, что не только сменение дезинфекции, но и средств физических. У нас очень много в учреждениях установок Альфа, их нужно обязательно задействовать. И очаг считается ликвидирован после выписки последнего больного и проведения заключения дезинфекции с применением как химических средств, так и средств физического здесь. В двух словах о медотходах. Когда мы сталкиваемся с коронавирусной инфекцией, все отходы в процессе лечения обслуживания пациента становятся отходами класса В, и все средства пакета и емкости должны иметь данную маркировку и данный цвет. Это требует данный СанПин, в частности по вернусь, данные отходы относятся к категории В, и должны применяться именно такие методы обеззараживания. Поэтому используя мы должны использовать пластиковые емкости, мягкие, жесткую упаковку с маркировкой отходы классовые. При этом нужно уже сейчас подумать, кто не столкнулся, как утилизировать потом эти отходы. У кого есть участки, а у нас у многих есть, вопрос, естественно, будет решен достаточно просто, так как на установках этот процесс утилизации поставлен, что называется, на поток. В двух словах о боксах и медотходах. Я здесь представил на примере инфекционного бокса места образования отходов и требования к вывозу нашей действии к жидким отходам и твердым отходам. Места образования. В таком же ключе будут образовываться отходы и в шлюзах поликлиник. И надо не забывать, что мы если берем на госпитализацию пациента с коронавирусом из дома, то все отходы, которые образовались там, они тоже становятся отходами класса В и их нужно утилизировать в порядке определенными санитарными правилами. Требования. У многих может не быть ямкостей красного цвета. СанПИН гласит о том, что должна быть достаточно маркировка данного цвета и соответствующий подписанным. В заключении, что я хочу сказать. Конечно, коронавирусная инфекция предъявила нам определенный счет, заставила нас вспомнить забытое правило, что готовься к неприятностям заранее. Недавно был чемпионат Европы, чемпионат мира в Москве, и мы готовились к нему не только как к проведению массовых мероприятий, но и как к мероприятию, в ходе которого могли быть вспышки инфекционных заболеваний, и эта работа была организована, проведена. Нам остается только вспомнить этот опыт, который был тогда, применить его на сегодняшней практике, примените его исходя из требований нормативных документов, о которых я говорил, и в заключении этот последний слайд я все-таки дам ему комментарий, почему я здесь написал берегите себя коллеги. Все очень просто, и опыт в Ухане показал, что первыми, кто столкнулся с этой проблемой, кто оказывал помощь, и на которого рассчитали, были медицинские работники, врачи, медсестры, нянечки, и именно они оказались в тот момент не все подготовлены, и медицинские работники, часть из них заболели. Мы не должны повторить этого, и моя лекция построена была в принципе только для того, защитить не только население города Москвы, но и защитить себя, потому что на нас рассчитывают, каждый из нас это боевая единица, заменять нас неким, мы должны сделать так, чтобы наши знания и умения были правильно применены в отношении всего населения города Москвы. На этом я хотел бы свое выступление закончить. которое я не ни 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 Продолжение следует...